всем привет вы у меня на канале прогулки на пенсии и у нас с вами поздняя осень поздняя осень когда в обед на траве вот такой и ней но большинство участков еще конечно зеленые а и не там где тень я как раз стою там где тень от домов и здесь и не продержится весь день сегодня второй день по моему ли третий день когда температура всего два или три градуса тепла но зато появилось солнышко вы посмотрите как здорово светит солнце отсвечивает от соседнего дома белого и и разукрашивает все в такой яркий яркий радостный цвет а мы с вами идем сегодня на прогулку идем просто дышать воздухом смотреть на солнышко смотрите а здесь все вообще все в ине все травки муравки зато такие узоры здесь я смотрю заросли одуванчика были это уже листья одуванчика которые появились осенью новые и они все 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 стали вот такие какая красота правда же здорово никто так не придумает из художников как сама природа весной помните мы любовались на цветение шиповника сейчас он такой неприглядный и не скажешь что весной была такая красота да здорово голубое небо очень ясная очень чистая и вот такое солнышко играет конечно солнышко замечательное поэтому все постарались вылезти на улицу мы тоже мы тоже листьев почти уже на деревьях нет вот смотрите один листочек заблудился в траве какой живописный весь покрытый изморозью давайте сначала подойдем к пруду обычно я подхожу всегда к пруду чтобы поздороваться с уточками и когда они покинут этот пруд до весны всегда грустно поэтому сейчас полюбуемся на уточек они прям как-то оживляют этот пруд и говорят нам что еще не зима что еще все нормально что без них как-то скучновато сюда тоже подойдем в остатках камышей спрятались все уточки выросли слава тебе господи симпатичные конечно как я вам уже говорила наши утки никуда не улетают из москвы они просто летят на пруды которые не замерзают например царицынский пруд и там зимуют такие симпатичные у нас уточки здесь правда о горе всего было две пары мы их сейчас не видим видели ранее весной и где-то в августе сейчас их нет а вот были в царицыно как-то да там конечно весь пруд оранжевый от цвета этих уточек ну что пойдемте пройдемся посмотрим что еще целое что сохранившиеся из растений потому что трава зеленая необычно конечно ноябрь и месяц скоро середина ноября у нас еще температура не опускалась до нуля только вот сегодня первый день наверное первый второй день а так все было замечательно и поэтому многие растения которые уже к этому времени ну отмирают что ли они в этом году не просто зеленые но еще и цветут цветут повторно потому что все лужайки и все солнечные места в городе как вы знаете обкашиваются но вот они по второму разу начинают свисти пойдемте вдруг что-то такое цветущее мы с вами и обнаружим день сегодня буддичный не выходной тем не менее людей много я считаю это не только пожилые очень много детей с родителями и папы и мамы тут гуляют и бабушки ну я вижу конечно маски редкие а так в принципе в принципе все обычно пойдем сначала вот туда на косогор солнечный посмотрим о здесь вот и дух здесь наверное тоже все 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 было сморости утром а сейчас то уже все оттаялась травка зеленая хотя дорожка такая знаете сыровастенькая все без листьев у нас последние листочки на ивах остались вот эти листочки ивовые сейчас и пожелтели обычно они так и опадают зелеными снег уже на ветвях они бедные почернеют и и опадут а в этом году они созрели на веточках и такие маленькие лодочки желтенькие висят очень красивая люблю когда его осыпает свою именно желтую листву а не зеленую ну вот наш косогор который так радовал нас летом ранее весной летом он сейчас изумрудного цвета его как его покосили привели в порядок но это где-то было в августе вот он сейчас вязали ты светом на фоне черных веток липы липа дерево красивая когда она в листве цветет но когда она вот такой вот голая она всегда коряжистая и эти черные ветки не очень симпатичные но мне нравится потому что посмотрите какие извивы где-то в япониях специально веточки искривляют а липа вот она сама такая по природе так ну цветет там что-то давайте подойдем посмотрим на наш косогор я вижу там что-то цветет я предполагаю зеленчук давайте подойдем полюбуемся пойдем по тропинке как приятно идти земля сырая но покрыто здесь травой поэтому идти так приятно как по моховые подушки прекрасно конечно трава вся блещет потому что ее немножечко подморозила она оттаяла и сейчас где-то на травинках немного вода роса а где-то просто вот травинки как будто бы отмытые все просто светится все видите капельки воды на травинках вот здесь целые заросли поднимающихся травок и какие-то травки уже зацветают вот они оттуда прям видно белые соцветия до ложная крапива яснотка белая или крапива глухая отличается своими цветочками нас научное название яснотки ламиум что означает глотка или пасть если вы наблюдали за шмелями которые опыляют это растение то видели что почти весь шмель помещается в цветок вот поэтому это растение и получила такое название а мы с вами пройдем по верху парка парк так в низинке находится мы пройдем по верху во первых чтобы посмотреть вниз живописно вот эти зеленые лужайки это живут самое прекрасное что может быть в эту пору потому что обычно уже лежит снег либо уже были какие-то морозы всю зелень убили и везде грязь хоть и снега нет в этом году ну найти английская погода как в англии дожди но тепло зима но тепло и у нас тоже в этом году также чему мы очень и очень рады вот эти отсрочка всего на месяц зимы и и уже столько радости и уже столько зелени в городе и уже не так грустно и скучно поэтому мы очень рады довольны стараемся гулять стараемся гулять по паркам у нас в спальных районах очень много таких сквериков парков которые как бы летом не видны а вот когда наступает осень или предзимье как-то хочется именно туда сходить и посмотреть потому что вот мы их начинаем видеть эту красоту обычную этих парков зелень травы клен который весной был в нежной листве а в сентябре в желто-красном уборе вот сейчас вот такой сквозистый весь и под каштанами листья упали давайте туда пройдем иногда я люблю осенью взять себе талисман на всю зиму каштан под каштановым деревом это каштаны несъедобные каштан конский все равно найти каштанчик это просто счастье сейчас под листьями здесь ничего не видно попробуем отыскать как упали каштановые листья так они и лежат питая корни растения и давая этому растению новые силы поэтому мы всегда против того что листья убираются и куда-то увозятся и земля оголяется под кронами деревьев а так мы знаем что дерево получит питание тужайка которая весной всегда у нас затопляется и здесь уточки обычно плавают сейчас просто превратилась в лук зеленый в центре стоит огромная огромная верба редко-редко ее листики о чем я уже говорила бывают желтыми обычно они такие зелененькие так и уходят под зиму такая верба чудесная хочется идти тропинками которые освещены солнцем видимо организм сам подсказывает нам что ему не хватает и он как бы нас толкает и говорит иди там иди по солнышку пожалуйста поэтому я вот свернула с тропинки свернула с тропинки которая в тени пойду по тропинке там где больше солнышка сейчас по времени обеденное время часа два третий и солнышко светит прям в окна домов и вот отсвечивает отсюда такая яркость сейчас листва на деревьях ну прям такая редкость видите почему-то кусочек клёна еще не опал уже и листики у него все в черных пятнах он все равно колышется видимо основные деревья его как-то так вот затянили вот здесь на склоне я видела несколько цветочков кульбабы как-то шла и думаю ой нужно будет про нее что-то рассказать и узнать вот цветочек который никем не замечены здесь растет холодно конечно вот он полузакрытый но это растение кульбабы заглянем в словарь доля в толковом словаре можно увидеть несколько названий этого растения который дает нам владимир даль давайте посмотрим как называется это растение в народе летучки молочник за желтушка горький одуванчик русский цикорий горкушка все эти названия связаны со свойствами этого растения если надломите вот то какого дуванчика появится млечный сок который будет горьким отсюда горькушка так что кульбаба имеет несколько названий под разными названиями это растение известно желтенькая растет вдоль дорожек поэтому иногда его и называют подорожником в польском языке например это название звучит как подрожник или бородавник бородавник потому что млечным соком лечили бородавки но если может заговорили о название этого растения в польском языке давайте заглянем а как в других языках звучит это растение название этого растения в английском одуванчик или зуб льва и голова монаха в немецком одуванчик собачий цветок трубка священника во французском зуб льва точно так же как и леонтудон еще одно растение с такими же желтыми цветочками и с листиками похожими на одуванчиковые и даже с белым млечным соком это растение осод полевой вот он во всей красе если бы сейчас солнышко и тепла немного он бы сиял своими желтыми цветочками так вот вот такое растение осота которая очень радует нас весной и летом в огороде надоедливый сорняк а сейчас прям просто подарок когда уже ничего не цветет мы этому рады вы смотрите как необычно вся трава вы не что-то еще цветет вот это да эти какой стойкий цветочек поэтому сейчас буду вам говорить свои слова которые говорю в конце каждой прогулки всего доброго хорошего здоровья стойкости берите пример вот этого цветочка вокруг все вы не а он цветет постарайтесь своим теплом обогреть тех кто рядом с вами и тогда вы выстоите всем добра здоровья и до новых встреч а